Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня по вашим просьбам я опубликую созданное мною видео про гипергидроз. Почему мокнут руки, ноги, ладони и как же излечить эту излишнюю потливость? Гипергидроз это состояние, которое характеризуется выделением пота, превышающим естественные потребности в терморегуляции организма. Пот выделяется, как известно, кожей для снижения температуры тела до нормы. При физической работе и повышенной температуре окружающей среды выделяется пот, но у некоторых людей избыточно или даже выделяется в спокойном состоянии и в больших количествах. Об этом мы поговорим, а также о том, в чем вред дезодорантов, какие методы и меры используют медицины и поговорим о народных методах борьбы с излишней потливостью и как наладить обмен веществ и работу нервной системы комплексными и очень надежными мерами методами. Об этом данное видео. Смотрите его полностью и вы точно найдете для себя приемлемый метод. В начале немного общих сведений. В основном пойдет текст перед вами, поэтому не просто слушайте, а смотрите. Можете ставить на паузы. Пройдем эти общие, не всем интересные темы быстро. Есть гипергидроз первичный, то есть врожденный, и есть вторичный, то есть приобретенный когда-то из-за чего-то. При вторичном приобретенном гипергидрозе, а в основном у людей именно такая форма. Причина повышенного потоотделения в каждом случае своя и связана она с определенными заболеваниями. Чаще всего это связано с банальным проявлением терморегуляции при определенных инфекционных заболеваниях, туберкулезе, лимфопролиферативных заболеваниях, в результате которых биологически активные вещества или токсины приводят к гипертермии, а организм регулирует температуру тела повышенным потоотделением. То есть в первую очередь нужно проанализировать нет ли этих проблем, нет ли вялокекущих инфекций, очагов инфекций в организме и повышенной температуры тела. Ну а первичный врожденный гипергидроз по своей локации делится на вот эти 5 пунктов. Вторичный же гипергидроз в зависимости от причин возникновения делится на вот эти 3 пункта. По объему поражений участков тела выделяют эти, ну а теперь более интересные информации. Есть те люди, у которых потеют, например, только ноги избыточно, а у кого-то только руки, ладони, у кого-то подмышки, просто течет, что называется. А в итоге что? Убитая обувь, с людьми за руку не поздороваться, мокрые майки, рубашки, костюмы. В итоге стрессы, психологические травмы, а они в свою очередь могут привести к нарушению в работе некоторых гормонов. Ну а далее проблемы с разными органами и системами организма. Так как же бороться с излишней потливостью? Сперва расскажу о медицинских рекомендациях и назначениях, о всех вариантах, чтобы вы это знали. Предостерегу по некоторым моментам, чтобы категорически вы этим не занимались. С этого и начну. Итак, первое. Дезодоранты на основе хлорида алюминия. Проверяйте, что вам рекомендует специалист. Я же вам советую себя все-таки поберечь, не убивать. Почему? А вы знаете, какой принцип действия вот этого хлорида алюминия в дезодорантах специальных, содержащихся? Вы думаете, они что-то лечат? Нет. А уменьшится потоотделение? Да, временно. А вы знаете, за счет чего? Или вам это не важно? Ну так вот, слушайте. Этот хлорид алюминия блокирует работу потовых желез. Каким действием? А вот механизм действия такого антиперспиранта прост. Это проникновение действующего вещества вглубь пор с последующим образованием металлопротеиновых пробок, препятствующих выделению пота. То есть, грубо говоря, в стене есть дырки, оттуда сочится вода. А вы туда забиваете какие-то кляпы. Ну ладно, это стена и ничего тут страшного нет. Но совершенно другое дело с здоровой еще пока кожей. И вопрос еще в том, куда будут деваться отработки организма токсичные вещества, которые с потом сбрасываются. Ладно, второй вариант. Это ботокс. Ну это просто ужас. Работа ботокса связана с блокировкой работы нервной системы, как и некоторые специфические операции. А вы знаете, операции делают врачи. Что они делают? Удаляют часть нервов, которые отвечают за потоотделение. И действительно добиваются таким образом результатов уменьшения потоотделения, либо вообще прекращения его. Вообще при гипергидрозе под воздействием избыточной нервной стимуляции повышается выделение ацетилхолина. А это активирующее вещество заставляет потовые железа работать в усиленном режиме. Ну приводя к повышенной потоотдаче. Такой потоотдаче, который не соответствует требованиям терморегуляции организма. То есть гораздо более высокой потоотдаче. Вот общий принцип. И тут как раз делают ботокс. Но я лично не советую это делать никому. Темы отдельные долго объяснять не буду, да многие и наслышаны. Раньше была мода такая. А что дальше происходит с нервной системой, с мышцами? Какая происходит атрофия? Ну в общем про второй пункт ботокс сказал. Третий это операция. Четвертый электрофорез. Он довольно таки эффективен и в общем-то безопасен. Это такие ванночки, куда подается определенный заряд тока. Это фактически стимулирует работу нервной системы, не убивая ее. То есть в принципе можно. Есть еще ионтофорез или по-другому ионофорез. Это тоже физиотерапевтический метод лечения даже первичного гипергидроза. Особенно он эффективен в случае слабо и умеренно выраженной ладонной и ступневой формы заболевания. Вот как проводятся эти процедуры. Ну а еще у медицины есть такой метод. Это лазер. А эффект достигается всего за один сеанс, во время которого излучение лазера разрушает потовые железы, пережигает их, прекращая их работу. Эффект-то будет долгосрочный. Только все-таки не очень полезный, не естественный для здоровья. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Я прошу вас после завершения просмотра этого видео посмотреть вот это видео. Про одного подонка, мошенника из Дагестана. Вы должны это знать, знать его в лицо и помочь мне, как и всем честным людям, обезопасить себя и других от этого мерзавца. Да, многие люди используют вкладыши для одежды. Ну, например, в подмышковую зону. Естественно, это понятно. Только изготавливайте их, либо покупайте только из экологически чистых материалов. Ну а теперь, дорогие друзья, я вам скажу о комплексном подходе к лечению. Когда гарантированно вы избавитесь от этой проблемы, правда, здесь придется потратить много усилий воли. Но это если вы поймете, зачем это нужно. А некоторые не поверят, скажут все это ерунда и не применят. Тогда и результата не увидите. Но, во-первых, хочу сказать, что нужно перестать есть мясо. Кто еще это делает? Во-первых, перестанет противно пахнуть пот. То есть, прямо говоря, вонять. В большинстве случаев. По крайней мере, если вы перейдете на чистое сыроедение с преобладанием зелени, овощей, то тогда точно запаха противного не будет. Постепенно снизится ненормальное, аномальное потоотделение. Итак, переход на сыроедение. Далее, водородная вода. Помните, все биохимические процессы у нас в организме происходят под воздействием благодаря посредствам воды. Но вода это не обязательно будет активная. Ведь есть много физико-химических свойств воды. Это и коэффициент поверхностного натяжения. Это наличие молекулярного свободного избыточного водорода, либо отсутствие его в воде в той же. Это свободные электроны. Это много других факторов. Посмотрите вот это мое видео. В нем я рассказываю о всех физико-химических свойствах воды, которые надо знать. А также вот это видео о водородной воде. Не поленитесь. Это очень важно. Наперед скажу, естественно, вопросы. Будут все, о чем я говорю. Можно приобрести по ссылкам. Ссылки я оставлю, чтобы вы не искали. Прямо под этим видео нажимаете слово «Еще». А в смартфонах вот справа тоже указано, как это делается. Открываются ссылки. Там будут эти ссылки. И на видео, которое я рекомендую посмотреть. И на те или иные продукты или там препараты, иные товары, о которых я говорю. Далее. Заземление. Необходимо снимать с себя статику. Обязательно посмотрите вот эти два видео на эту тему, о которой многие не задумываются, а зря. Ну, конечно, не допускайте перегрева, никаких солнечных ударов, никаких пляжей, пока хотя бы. Никаких химических крымов. Не закрывайте свои поры. Это не решает проблемы принципиального характера. То есть нужно изменять биохимию вашу. Передачу нервных импульсов. Это нормализовывать, а не устранять последствия. Это же не лечение, а устранение последствий. Это прикрывание на стенах дырок в обоях, грубо говоря. Кстати, можете протирать потливые ладони, ступни спиртом. Не волнуйтесь, ничего с кожей плохого не будет. Но спирт на какое-то время, по крайней мере, поначалу поможет. Конечно, можно посыпать тальком, крахмалом, протирать уксусом. Если кто спиртом не хочет, тоже нормально. Пользуйтесь только натуральными мылами, не пользуйтесь химическими. Ссылку на натуральные мыла я тоже вам оставлю под этим видео. Ну а теперь я расскажу в завершении вам о отварах трав и солевых ванночках. Итак, у кого сильная потливость подмышек. Вначале про них, потом про потливость ног и ладоней. Итак, подмышек. Берете отвары трав. Это кора дуба и цветки ромашки. Пять столовых ложек коры дуба и одну столовую ложку цветков ромашки заливать двумя стаканами горячей воды. Можно взять и только кору дуба, тогда просто пять столовых ложек. А можно взять три чайные ложки цветков аптечной ромашки, залить пол-литрами горячей воды. Градусы 80-90 помещаются в термос. Часа 3-4 даже больше можно напариваться. Далее на пар надо процедить и добавлять полученный отвар чайную ложку пищевой соды. Температура, при которой соду нужно добавлять, не должна быть более 55 градусов. Ну и полученным составом дальше вы просто обрабатываете подмышечные впадины два раза в сутки, утром и вечером, можно и три. Что касается натуральных соков. Так вот, знайте, что сок лимона, яблоко, редьки предотвращают излишнюю потливость подмышек. Естественно, чистый лимонный сок пить нежелательно, не нужно. А есть еще один такой интересный рецепт. Свежевыжатый сок лимона разводите пополам с водой и обрабатываете проблемные зоны подмышечных впадин тоже помогает. Кому-то одно лучше поможет, кому-то другое пробуйте. Теперь потливость ног. Сначала ванночки из дубовой коры и ивовой коры. Две столовые ложки дубовой коры, одну столовую ложку ивовой берете. Заливаете полутора литрами горячей воды градусов 80-90. Часа три, пусть четыре, настоится, процеживаете. Наливаете в тазик, в этот раствор опускаете ноги на 15-20 минут. Так делать два раза в день ежедневно. А можно чередовать вот с таким рецептом, например, неделю так, неделю так. Берете листья хвоща, ну то есть само растение верхушки. Четыре столовых ложки измельченных листьев хвоща заливать надо двумя литрами горячей воды. Также настаивать, процеживать и ноги на 20 минут два раза в день опускать. Есть вариант еще один. Столовая ложка мяты, шалфеи и крапивы заливают литром горячей воды. Также все делают далее, как я выше уже говорил. Кстати, очень полезным действием в этом смысле обладают масло лаванды. У нас оно есть. Мы его рекомендуем применять при уничтожении бактерий Helicobacter. Есть определенная схема. Но что касается устранения повышенного потоотделения, то рецепт такой. Три-четыре капли масла наносят на ступни, массируют пару минут перед сном. А можно добавлять и в ванночку для ног. Вот в те самые выше указанные мною растворы. Теперь про сильную потливость рук. Ванночки применяются вот такие. С настоем крапивы и шалфея. Их надо смешать в равных частях. Взять уже приготовленную смесь 2 столовые ложки. Литр воды 2-3 часа запарить и 5 минут держать руки в этом составе. Так 2 можно 3 раза в день. Что касается солевых ванночек. На 1 литр теплой воды добавить 1 столовую ложку соли. Можно 1 чайную ложку соды добавить туда. Это размешать и опускать руки на 15 минут 2 раза в день. Очень эффективна ванночка с корой дуба. Точно так же как от потливости ног, так и для потливости рук применяется этот метод. Ну и скажу еще про излишнюю потливость лба, ну лица вообще. Можно уменьшить ее с помощью вот таких средств. Берется смесь из травы. Хвоща, шалфея, крапивы, березовых листьев, коры дуба. Берется примерно 1,5 столовых ложки, можно 2. Этой смеси заливают литром горячей воды. В термосе подержать часа 2-3. Далее открыть, процедить. Пусть отвар остынет. И такой отвар хорош для умывания. Да, скажу то, что всегда забываю, потому что для меня это неестественно, но люди, к сожалению... В общем, никаких газировок, никакого кофе, никакого, разумеется, алкоголя, табака и прочей гадости неестественной. Не вдыхать, не вливать в себя. Пейте только воду. Хорошо высыпаетесь. Обязательно ночью спать. Важно поддержать нервную систему. Поэтому магний, хлорелла, спирулина — это ваши помощники. Больше зелени. Контрастный душ прекрасно. Все, что нормализует работу нервной системы, успокаивает ее, когда надо. Это все необходимо. Никакой синтетической одежды. Пользуйтесь льняной, конопляной, хлопчатобумажной. Варианты есть. Ну что ж, дорогие друзья, вроде и все. Напишите, насколько это видео было вам важным и полезным. Я рекомендую его законспектировать. Меры комплексные однозначно помогут. И в дальнейшем вы избавитесь от этой проблемы навсегда. Если измените образ жизни, своего мышления вначале, потом образ жизни, питания, тогда точно. Ну и простые иные меры все равно вам помогут однозначно. Я рекомендую натуральные. У вас есть выбор. Можете применить медицинские, можете натуральные, естественные, можете комплексные. Ну и поделитесь потом вот своими результатами. Здесь у меня под этим видео, не поленитесь, найдите его потом. Напишите что-нибудь. Ну и сейчас напишите, каким образом вы хотите действовать теперь. И если вы хотите подобные видео другого рода, о каких-то проблемах иного рода, то, пожалуйста, тоже напишите мне под этим видео в комментарии. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok